Всех приветствую! Меня зовут Юлия Куликова и я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. В этом уроке мы с вами поговорим на тему того, как же найти того самого брокера, который поможет вам выкупить ваше имущество. Давайте сразу проговорим о том, что у нас есть несколько видов торгов. Это банкротные торги, это имущество от пристав, это государственное имущество. И здесь важно понимать, что брокер должен специализироваться на всех торгах. Но у него может быть также еще и узкая специальность. Он может работать исключительно с конкретным видом торгов. И если мы говорим про муниципальные торги и банкротные торги, то правила участия здесь отличаются. И если вы выбираете брокера, который работает исключительно с банкротными торгами, то в муниципальных торгах вас могут ждать дополнительные сюрпризы. Итак, как же проверить брокера? Поехали! Первое, что нужно выяснить, все-таки на каких торгах больше специализируется брокер. Все-таки на банкротных, от пристав или на муниципальных торгах. Если брокер специализируется на банкротных торгах, то задайте ему несколько вопросов по муниципальным торгам. И если брокер отвечает на них задуманно или ему нужно уточнить информацию, то лучше выберите конкретно профильного брокера по муниципальным торгам. Потому что муниципальные торги достаточно сложны для новичков. И очень часто я вижу, когда люди привлекают брокера, а те, неправильно заходя в торги, подставляют людей на дополнительные суммы. Как мы уже выяснили, при работе с муниципальными торгами брокер должен быть именно профильный по муниципальным торгам. Далее, что необходимо сделать? Необходимо заключить с брокером агентский договор на участие в торгах. В агентском договоре должны быть прописаны полномочия брокера, вплоть до конечной цены. Куда, каким образом и какие суммы переводятся? Задатки, комиссия, организатор торгов, комиссия, площадки. Кто, когда переводит, в какие сроки, а самое главное, по каким реквизитам. Какие документы вам необходимо предоставить для участия в торгах? Заключая настоящий договор, попросите брокера не просто собственноручно подписать договор и прислать вам скат, а подписать свои собственные электронно-цифровые подписи и выслать вам на электронную почту. Электронную подпись вы сможете проверить на любом сайте для проверки электронной подписи. Там должна быть указана фамилия, имя, отчество и также дата окончания срока действия электронной подписи. Фамилия с электронной подписи и в агентском договоре должны полностью совпадать. Желательно, чтобы агентское вознаграждение и комиссию за участие в торгах, включая задаток, вы оплачивали либо на счет сразу муниципалам, так как мы участвуем в государственных торгах, я говорю про задаток, а комиссию брокера вы оплачивали конкретно на его счет, который указан в агентском договоре. Попросите брокера прислать вам скрешон с электронной торговой площадки, где будут проходить ваши торги. Там должно быть написано фамилия, имя, отчество вашего брокера и что он допущен в качестве участника в торговой секции. Не стесняйтесь спросить у брокера о его опыте и о том, сколько раз он участвовал в подобных торгах. Сразу договоритесь о комиссии брокера и уточните, за что он берет, какие суммы. Брокер может брать суммы за фактически проделанную работу, а может брать предоплату. Стоимость участия в торгах самого обычного имущества начинается от 10 000 рублей. Максимальная сумма не установлена, зависит от брокера и от проделанной работы. Важно понимать, что несмотря на то, что вы уже предоставили ссылку брокеру для участия в торгах, он в любом случае проводит комплексный анализ на участие в торгах, включая, куда какие комиссии уходят, обременение, ограничение по участию, включая суммы дополнительные по НДС и говорит уже об этом вам. То есть брокер еще до заключения агентского договора уже потратил на вас время и выполнил свою работу. Частично. И за это вы ему должны уже какую-то часть денег внести предоплатой. Дальше идет этап подготовки документов. После подготовки документов, когда вы отправляете брокеру, он вас на всех этих этапах консультирует, когда, что, какие документы подходят они или нет. Есть этап подготовки документов именно для участия в торгах. Дальше у нас уже идет подача документов на электронно-торговую площадку. Далее брокер отслеживает допуск до участия в торгах и вам предоставляет также скриншот о том, что он допущен и участвует непосредственно в торгах. Максимальную цену лучше обговорить сразу и желательно прописать ее в агентском договоре. Ведь бывает так, что брокеры увлекаются и ставят очень высокую цену, а клиентам такая не нужна цена. Соответственно, кто за это будет нести ответственность, если это будет не прописано в договоре? За это будет нести ответственность непосредственно клиент, который не уточнил данный пункт в договоре и не настоял на его внесении. Далее идет этап заключения договора купли-продажи или договора аренды, внесение дополнительной оплаты и регистрация в Росрегистре и передача самого имущества. На этом этапе вы уже сами можете решить, нужен вам брокер или вы будете делать все это самостоятельно. Если вам нужны дополнительные анализы в виде, за сколько я могу выкупить земельный участок, что мне нужно построить, на сколько я могу взять аренду, то есть дополнительные консультации, а дополнительный анализ, это все также стоит денег. Так где же найти того самого брокера, который поучаствует за вас в торгах? Конечно же, первое это я. Я могу за любого из вас поучаствовать в любых торгах, как банкротных, так и от приставов, так и муниципальных торгах. Для этого у нас есть целая команда, которая специализируется на конкретных торгах. Далее, вы можете найти брокера на Авито или найти его просто в интернете. Самое главное проверить фамилии, имя, отчество, паспортные данные и сверить с электронно-цифровой подписью. До встречи в следующем видео!